Интерпол Зачем я с тобой дураком связался? Не знаю, наверное, больше дураков не было Ладно, где и когда мы увидимся? Мы? Да нигде и никогда А как же... Встретишься с моим человеком Ну, начинается Давайте еще в пару леявки поиграем Не морозьте, Круг Я могу подъехать сейчас, где вы живете? Запомни раз и навсегда Я не собираюсь с тобой встречаться Повторяю для дураков Мы с тобой никогда не увидимся Потому что вообще не знакомы Я один А таких, как ты, у меня миллионы Поэтому ты никто, тебя нет Разумел? Подъедет мой человек Отдаст тебе препарат Деньги не забудь Давай, возвращайся в слово Отрабатывай, отрабатывай В слово, возвращайся Аня, иди ко мне Аня, иди ко мне Аня, иди ко мне Отрабатывай 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушка, окно! Окно! Откройте! Девушка, давайте познакомимся. Меня Георгий зовут, а вас как? До свидания. Э-э, девушка, ну все равно в пробке торчит. Ну почему бы не поболтать с приятным бабочком? Я... А-а-а, я вам нравлюсь. Да? Да? Слышите вы, Георгий? Да. Какие проблемы? Никаких. Так отскочил по-тихому. Понял? Какая вы страшная, мне-то, девушка. А что вы делаете сегодня вечером? Перевязки я делаю. Кому? Вам, если не отстанете. Девушка! Здорово. Давно ждешь? Да сначала тренировки. А, простите. Вальхе ты сегодня просто дала. Обалдеть. Чего? Стас, ты что, издеваешься или доконать меня решил? Вы что, все сговорились, что ли, меня достать? Какой он нахрен обалдеть? Я от этой сучки шариной на полторы секунды отстала. Понимаешь? Полторы секунды, не десятые там какие-нибудь. Я ее точно утоплю когда-нибудь. Слушай, что ты тут торчишь, а? Валя, что ты делаешь, а? Ведь тебе же потом стыдно будет. А? Я-то здесь при чем? Стасик, ну прости, я не специально. Да я понимаю. Иди ко мне. Какая ты с тебя спортивная злость. Если бы ее не было, ты бы не была великой спортсменкой. Да уж, великой развеликой. Полторы секунды, понимаешь? Сударыня! Сударыня, я прошу прощения, это был всего лишь тест. Обыкновенный тест. Что это было? Ну... Я сейчас так... Вы будете абсолютно правы. Это я, дурак, так проверяю понравившихся мне девушек. Если девушка положительно реагирует на мое приставание, значит, все, нам таких не надо. До свидания. Еще раз прошу прощения. Сударыня, если это вас хоть чуть-чуть утешит, то вы прошли мой тест на пять баллов. Можно я встану с коленом? Очень холодно. И не лень, ведь не мальчик. Ну, каюсь, да. Грешин. Прощены и свободны. Сударыня, я прошу прощения, но я действительно провинился. Разрешите мне искупить свою вину. Можно я вас провожу? И как вы себе представляете это? Вы на машине, я на машине. А, да. Ну, ничего, тогда вот моя машина проводит вашу. Хорошо. Кстати, а как вас зовут? Ну, раз уж ваша машина провожает мою машину, то мою машину зовут два девять девять СК. Очень легко. Пойдем, я тебя домой отвезу. Стас, не надо. Сегодня Олег обещал заехать. Понимаешь, если он пока, если он тебя увидит, ну, прости, не обижайся. Я не обижаю тебя. А когда ты ему все расскажешь? Ты мне месяц уже обещаешь. Стас, не начинай. Ты что, совсем, что ли, обалдел? Понимаешь, что меня сейчас трогать нельзя, у меня соревнования на носу. Понимаешь, что я должна выиграть. Я должна пока. Я должна прийти первой. Я, потому что я могу. Ну, как тебе объяснить, Стасик? Я понимаю. Да что ты понимаешь? Слушай, а если ты займешь первое место, то ты уйдешь от своего Олега? Так, не начинай. Нет, подожди. Не начинай. Подожди, а почему? Смотри, ты говоришь, новая жизнь. Окей, давай попробуем. Ты будешь со мной. Будешь чемпионкой. Олег тебе не нужен. Стасик. Ведь ты же его никогда не любила. Ты так говоришь, как будто тебе в силах взять и присудить мне первое место. Да если бы я мог, ты бы давно уже была чемпионкой. А мне ничего другого не остается, кроме как верить в тебя. Как ни в кого другого. Ты знаешь, я верю. Как хорошо, что ты есть. Пока. Хорошо. Угу. Что хорошо? А? Ну, я согласна. Если стану первой, все к черту. Ну, надо признать, что для женщины вы неплохо водите автомобиль. Вы знаете, должна сказать, что для мужчины вы довольно неловко делаете комплименты. Что значит для женщины? Между прочим, чтобы вы знали, я в свое время сдала на КМС по гонкам на льду. На собак. На машинах. Не сочтите за наглость, но верится с трудом. Ну, разряд третий еще может быть, но КМС. Я была лучшей в сборной. Двора? Нет города. Меня даже хотели... Это я верю. Нахал. Слушайте, какого черта я вообще здесь с вами разговариваю? Счастливо. А действительно, что здесь стоять? Если вы хотите рассказать мне о своих спортивных достижениях, то, может быть, мы пройдем к вам в гости? А то как-то здесь, на морозе, я долго не выдер. В гости? Какой вы хам. А что жена скажет? Не женат. Ладно, не женат. Мне пора домой. Пока. Ну да, а то мужа заругает. Вы знаете, попытка, так сказать, на троечку. Да? Да, потому что вас совершенно не касается, замужем я или нет. До свидания. Можно хотя бы вам как-нибудь позвонить? Ради бога, звоните, конечно. Созвонимся? Почему так долго? Че долго? Пока собралась, туда-сюда встала. А опять со своим Ромео любезничала? Ну с каким Ромео? Со Стасиком, фигасиком. Ничего я не любезничала. Ладно, перестань. Я его в машину увидел. Другой бы давно уже на моем месте ему яйца оторвал, а я нет. Слушай, если ты его хоть пальцем тронешь... Успокойся. Ты же знаешь, я не ревнивый. Дружите. Мне не жалко. Тебе вообще, по-моему, все-все равно? Да нет. Мне совсем не все-все равно. Лишь бы ты первая пришла. А еще, чтоб любила меня. Остальное. Ну как сегодня? Шарина обошла. Такая симпатяга и столько читает. Тебя как звать-то, читательница? Да, вечер на самом деле волшебный. Да, за тестом. Что надо, дети? Дети? Как скажешь. Только детям нужна ласка и любовь. Здорово. Хм. Дети? Дети. Готово. Ломится, ребят. Это жвачка? А ты что хотел увидеть? Флакончик с надписью «Уникальный допинг препарат, который не выявит ни один допинг-контроль». Нет, просто необычно как-то. По-моему, наоборот, гениально. Препарат всасывается через ртовую полость. Штука получилась сильная, действует 48 часов. Никаких побочных эффектов. И ни одним анализом не берется. Кто объект? Какая разница? Вид спорта. Плавание. Плавание так плавание. Будет у тебя плыть, как ихтиандр. Здорово. Достаточно одной подушки. Слушай, а химик, он кто? Ты что, дурак, что ли? Почему? Никому и никогда не задавай таких глупых вопросов. Понял? Понял. Это тебе не шутки, между прочим. Ну так что? Берешь или нет? Давай. Давай. Вы зачем полезли? На что вы рассчитывались такой поганой физподготовкой, а? На психологический эффект. Да, иногда этого бывает достаточно. Да уж, конечно. Прямо живой психолог. Еще хуже. В смысле еще хуже? Для мужчины еще хуже, чем психолог. Актер, что ли? Ничего смешного. Я угадала? Нет, на самом деле я абсолютно ничего смешного в этом не вижу. Ага. Да. Валя, это я. Вы не туда попали. Вешай трубку, у меня срочное дело. Ты что, сдурел Олег рядом? Я догадался, раз звоню, значит надо спустись вниз. Я никуда не пойду. Речь идет о твоей спортивной карьере. Немедленно спускайся. Между прочим, меня на Тейфе выдвигали. В номинации «Лучшая мужская роль». Травматологического пункта? Чтоб вы знали, меня два раза в Голливуд приглашали. А вы имеете в виду на сам бульвар? Режиссер присылал мне свой личный автомобиль. Я надеюсь, вы его хорошо мыли? Ну, что ж. Кажется, мне пора. Да. До свидания, спасибо вам большое. На здоровье. Ой. Ой. Что? Что такое? Грелоку дайте. Грелоку дайте. Господи ты боже, ты мой. Ну? Ну как? Полегче, спасибо. Можно я никуда не пойду? Можно я у вас останусь? Вы знаете, сегодня только мне этого не хватало. Нет, нельзя. Ну, а куда я пойду? Там хулиганы. Они меня добьют. Хулиганы уже давно спят. А если не спят? Вот меня покалечат, и вы будете виноваты. А у меня съемки. Я лирический герой. И вы будете платить неустойку за мою побитую физиономию. И вообще, если честно, это все из-за вас. Между прочим, я вашу честь защищал. Вы знаете, это еще вопрос, кто чью честь защищал. О, Господи. Ладно. Черт с вами. Ляжете там. И, кстати, просто так, на всякий случай. Помните, что было с теми двумя в подъезде? Так вот. Думайте, пожалуйста, об этом, если у вас, значит, случайно возникнут какие-нибудь иллюзии на мой счет. Ладно? Конечно. Стасик, ты вообще в своем уме предлагать мне такое? Ты за кого меня принимаешь, Стасик? Ну, это совершенно безопасно. Препарат века. Ты же хотела быть первой. Это вот так ты в меня веришь? Суешь допинг. Ну, Стасик, а тебе я такого никак не ожидал. Валя. Погоди, так ты вот это вот и имел в виду, когда говорил, что если я приду первой, то брошь Олега, да? Слушай, ну не в этом смысле. Стасик, мне пора домой. Валя, я люблю тебя. Стасик, мне пора домой. Мне все это надоело. Я уже устал ждать. Мне хочется, чтобы мы были счастливы. Понимаешь? Больше мне ничего не надо. Я хотел как лучше. Ты должна меня понять. Я... Этот препарат, он просто волшебный. Я хочу, чтобы мы были счастливы. Ты понимаешь это? Прости меня, пожалуйста. Я, наверное, зря. Стасик, я тебя прощаю. Иди домой. И выкинь это из головы. Понял? Понял. Стасик, мне пора. Не дай Бог Олег проснется. Не злись. Я на тебя не злюсь, Стасик. Все. Мир. Мир, мир. Все. Хочешь жвачку? Стасик, какую жвачку? У меня тренировка, с утра я спать хочу. Ну, откарейся, перед сном. Давай, только отстань. Пока. Пока. Лариса. Лариса. Так, в чем дело? Тихо, тихо, тихо. Не шумите. У меня возникли некоторые иллюзии на ваш счет. Что, что у вас возникло? Так, пошли знакомиться. Слушайте, вы в своем уме? Пойдем, 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 пойдем. Над шрамом шутит тот, кто не был ранен. Но тише. Что за свет блеснул в окне? О, там восток. Джульетта, это солнце. Встань. Солнце ясное. Убей луну-завистницу. Она и без того совсем больна. Бледна от огорчения, что ей служа. Ты все ж ее прекрасней. Не будь служанкой у луны ревнивой. Цвет девственных одежд, зелено-бледных. Одни шуты лишь носит. Брось его. О, вот моя любовь. Моя царица. Я слишком дерзок. Это речь не мне. Прекраснейшие в небе две звезды Принуждены на время отлучиться. Глазам ее свое моление шлют. Сиять за них, пока они вернутся. Вот подперла рукой прекрасные щеку. О, если бы я был ее перчаткой, чтобы коснуться мне этой щеки. Джулета, о горе мне. А? О горе мне. О горе мне. Внимание, первая. Пошла. Валюша. Маленька, подплыви ко мне. Подплыви ко мне. Смотри. Валюша. Видишь? Ого, не верет. Мой секундомер. Да по нему куранты сверяют. Поняла? Валюша. Я ведь могу не беспокоиться насчет твоего здоровья, а? Что? Ты ведь не собираешься на соревнованиях подвезти старика под монастырь, а? Это вы на что это намекаете? На допинг, что ли? Да я... засекай. Николай Иванович, ну я не вижу ничего особенного в том, что вы рассказали. Ну показало ваше Нестерово рекордное время и что? Молодец. Хорошие результаты. Молодец. Хорошо тренировали. Ну не могу я поверить и никогда не в жизнь не поверю, что здесь все чисто. Чтобы за одну ночь Валька еще вчера шариной полторы секунды уступила, а нынче с утра в легкую ее обошла. Я не очень разбираюсь в водных процедурах, простите, в водных видах спорта. Мне больше по душе хоккей. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет, кстати, в хоккей. А вы попробуйте ее на допинг проверить в конце концов. Ну, мне вас учить. Что я, дурак, что ли? Проверяли. Чисто. Вот и прекрасно. И отличный Николай Иванович. Так что мы хотим всем рекордам наши гордые дать имена. Хотим и дадим. Вырастили чемпионку. Поздравляю, дорогой мой, всего доброго. Ну, хоть зарежьте. Не могу поверить, что все здесь чисто. Николай Иванович, руку. Вы подумайте. Может быть, вы что придумаете. Одну минуточку. Тут меня… Пожалуйста. Пожалуйста. За мной не заржавеет. Счастье мое. Я завтракаю. И чтобы больше никаких спортсменов или тренеров на пушечный выстрел. Ты поняла? Поняла. И вообще меня ни для кого нет. Ты поняла? Поняла. Вас ни для кого нет. Ни для кого, ни для кого? Ни для кого, ни для кого. Не считая ФСБ, СРУ и Интерпола. Понятно. Проходите, пожалуйста. Господин Брагин вас примет. А это кто? Интерпол. Сами же просили. Эх! 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 Ну и как его зовут? Эх! Георгий! Эх! Эх! Да так, никого. Так, 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 что здесь? Значит, Георгий, он же Гога, он же Жора, он же Георгий Иванович. Семь судимостей, восемь ходок, три жены и пять детей. Андрюха, ты ревнуешь. Я? Ничего подобного. Познакомишь хоть? И не подумаю. Ну, конечно, где уж нам такая честь? Андрюха, ты ревнуешь. Я завидую. Вон, как люди ночи-то проводят, в любвях, а я как пчелка. Все, хватит, надоело. Пойду подыщу себе какую-нибудь Матрену Степанну. Угу. Ревнует. Что ты сказал? Я просто не расслышала. Ничего. Приятно познакомиться. Много наслышан. Меня зовут Гудвин. Как? Кэптэн Джастин Гудвин. Если сложно, можете просто... Джастин. А меня тогда просто Виктор. Я возглавляю спортивный отдел Интерпола. Спортивный? Спортивный в Интерполе? А что же вы там? Репортажи через жучки ведете? Или... Кричалки фанатам булл сочиняете? Этим занимается другой отдел. Мы курируем вопросы, связанные с проблемами доупинга. Разрешите? Я сразу приступлю к делу. Этот человек Интерпол разыскивает более года. Он русский Сергей Владимирович Потапов. Кличка Химик. По нашим данным, Химику удалось разработать Который не может выявить ни один контрол. Интерпол. Крайный заинтересован. Скорейший. Его ловилки. Поимки. Мэйби. Так а я-то, я-то, чем могу я быть полезен Интерпол? Нам рекомендовали вас как эксперт. Как человек влиятельный, если искренне надеемся на сотрудничество. Впрочем, за достоверную информацию о химике объявлена награда $10,000. Shit. Алло? Узнал? А-а-а. Химик? В чем дело? Что вам надо? Мне ничего, тебе нужно. Увидишься с моим человеком, он передаст тебе новый препарат. А чем старый плохо? В старом обнаружены серьезные побочные эффекты. Да вы что? Вы с ума сошли? Человек его уже употребил? Не страшно. Побочный эффект проявляется только при регулярном употреблении. Сколько подушечек? Две. Не беда, третью не давай. Подъезжай через час на то же место. Получишь новый препарат. Какой новый? У меня на новый бабок нет. Это за мой счет. В конце концов, моя же промашка. Я угощаю. Вот такие вот пирожки. Вить, неужто прям вот Интерпол и к тебе? Ко мне. А к кому еще? Да, от скромности ты не умрешь. Лишь бы не от бедности. Я теперь ведь и гордиться буду, что знаком с таким человеком, как ты. Честно, я раньше гордился, что знаком с Костей Тарзаном, но ты его затмил. А кто у нас Костя Тарзан? Да ты что? Костю Тарзана не знаешь? Да он конкретный из конкретной. Да у нас в городе под ним все тарзанки. Пуал! Понял, Большой. По чистой случайности, я почти точно знаю место событий. Это команда по плаванию. Надеюсь, мы умеем плавать? Я да. Готов внедриться. Я нет. Не готов внедриться. Но поскольку команда женская... Готов внедриться несколько раз. Не сомневаюсь. Нужна помощь одной детки. Чего? Вы знаете, Николай Иванович, меня беспокоит легенда. У меня, конечно, был когда-то разряд по плаванию, но это было очень давно. Кто ж поверит, что я мастер спорта. Ты за легенду не боись. Поняла? Легенда, что надо. Просто ты не все до конца знаешь. Так, внимание! Все ко мне! Прошу, любите жалобы. Новый член нашей команды, мастер спорта международного класса, между прочим. Зовут Ларисой. Кто обидит, утоплю. Освободите место. Давай, покажи. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. как у его какой тренировки дала иванович робота и баноч кроватки на ланге ровки сюда своих зазов как минимум 1 месяц приводит на тренировку и все мы вчера спортом для нас уже мастер спорта звание скорее интимное чем спортивное вообще-то у меня разряд ну слушай ты вообще уморила и что только так и иначе никак я говорю что в памперсе обалдеть ну тренер нас дает и больше вообще что ли никак больше вообще никак слушай ну кто не без греха ты что ли не без греха куда мне живу с одним люблю другого понимаешь ну вот ничего в нем ничего перспектив ноль самый обычный самый обычный а я все равно люблю а вот олег меня из-за него когда-нибудь точно прибьет олег но это тот с которым я живу но не люблю оставь-ка люблю но не живу глупость какая слушай не мое конечно дело а чего ты пьешь у тебя на носу соревнования слушай а пошли они к черту это соревнования шарин у меня все равно не обойти а второй я избуду наприду кстати о соревнованиях мой то знаешь чего думал подожди твой то это который из двух то как который стасик а кто второй ну олег а да еще шалек так вот пару дней назад этот стасик предлагает нестеровой препарат который якобы гарантирует победу это раз и совершенно не выявляется допинг контролем это два нестерова считает что это все любовный бред и желание помочь но и как вам это нравится я не понимаю о чем вы говорите о препарате который дал тебе химик о препарате который вы предлагали вале нестеровой стасик ну прекращайте она же любит вас вы не специалист а вдруг с вами что-то случится а вдруг у этого препарата есть какой-то побочный эффект вы же можете просто погубить любимого человека вот и все да нету побочного в смысле теперь нету как понять в смысле не знаю оставьте меня в покое а откуда ты знаешь что нет а ну-ка выкладывай быстро все на частоту вот человек которого разыскивает интерпол кличка химик он очень опасен да не препарат да не препарат а ну Дал первый вариант препарата Стасина. Препарат дал эффект, и Нестерова пришла первая. И тут химик зачем-то дает второй вариант препарата. Зачем? Единственное логическое объяснение... Погодите, погодите. Очевидно, что препараты должны отличаться друг от друга. Если первый оказался безвредным, то второй наоборот. Получается, химик хочет, чтобы Нестерова не прошла допинг-контроль. Стасик ей даст второй вариант препарата, она попадется. И прощай, спортивная слава. И плюс к этому, Нестерова узнает, что Стасик дал ей жвачку, в которой был препарат от химика. Она возненавидит Стасика и никогда его не простит. Получается, двойной удар по Нестеровой и по ее любимым. Кому это нужно? Дианей. Гений. Конкретный гений. Я тебя понял. Ах ты дрянь, а! Ах ты дрянь. Что? Что ну что? Не прошла. Слушайте, уберите вы от меня руки свои. Тихо! В чем дело? Не прошла. Это у меня может быть. Где этот врач? Ну, я врач. В чем дело? Да это вы мне скажите, в чем дело? Зачем ей допил? Это же Нестерова. Откуда я знаю зачем? Наверное, за тем, за чем всем остальным. Вот. Контроль не врет? На хер ваш контроль. Так, стоп! Олег! Стоп! Олег, я до федерации дойду. Вы меня еще не знаете. Олег, прекрати, ты меня позоришь. Надо нервничать, Олег. Не надо нервничать. Олег, прекрати. Успокойся, Валюша. Может быть, это ненразумение. Может, ты что-то съела, а там что-то содержится. Ну, запрещенное что-то. Но я не доктор, я не знаю. Ты сегодня нового ничего не ела? Я с утра вообще ничего не ела. Я никогда не ем перед соревнованиями. Вот. Весь день на жвачках сижу. Жвачка? Точно жвачка? Кто тебе ее дал? Стасик. Стасик. Ну-ка, не бойся, не бойся, иди сюда. Я заявляю, что этого человека в кармане жевательная резинка, содержащая запрещенный препарат. Я утверждаю, что он специально подсунул ее Валентине. Неприятная история получилась, не правда ли? Да уж. На самом деле, все это спектакль. Валя и доктор разыграли перед вами сценку по нашей крови. На самом деле, у Алёша прошла допинг-контроль. В чем дело? Мы хотели, чтобы вы как-то возбудились, как-то проявили себя. Поэтому рассказали, это все Валя. Статья о спектакле. Вы напрасно во время скандала так сильно привлекали внимание к Стасику. Чуть-чуть переиграем. Хочешь жвачку? Химик. Ну все, топинг-контроль тебе не страшен. Это еще не значит, что я выиграю. Как раз наоборот. Значит. Почему? Потому что я дал тебе супер допинг. Так что теперь ты не можешь проиграть. Будешь грести, как подорванная. Да ты сволочь. Я сейчас вообще откажусь от соревнований. Ты откажешься? От первого места и от места в сборной? Ну-ну. На старт! Главное то, что благодаря моим усилиям Валя Нестерова чемпионка. О, светочей моих. Благодаря еще каким это твоим усилиям. А я подменил ей вредный препарат на безвредный. Клебовь, ты что, охренел? Отличная идея. И как тебе это удалось? Ведь единственный безвредный препарат я сам лично запер в сейфе. Но ведь Нестерова ты этого не знает. Вот я ей наврал. Ну, чтобы она в себя поверила. Перед стартом. Подожди, ты хочешь сказать, что Нестерова выиграла без химии, но она об этом ничего не знает? Что ты? Откуда ей знать-то? Клебанчик, давай рассуждать вместе. Вот ты обманул Нестерова. И она сейчас себя чувствует полным ничтожеством, которое стало чемпионом из-за химии. У тебя в глубине твоей безразмерной совести не возникает желания рассказать все-таки ей правду, а? Думаешь, надо? Надо. Надо, надо. Ну, а вдруг она расстроится? Не, я не пойду. Да что ты, милая. Она будет только рада. Так рада. Ой, как рада. Ну, ладно. Так рада. Подержи. Вы были правы. Она так рада. Так рада. Так рада. Я думаю, мы отлично поработали. И в особенности детка, за что ей причитается небольшое вознаграждение от Интерпола. Ну, впрочем, как и всем нам. А больше Интерпола ничего от нас не надо. Я могу посуду помыть. Твою мать! Твою мать! Вашу мать перемачивай! Неправильно говоришь. Как любит выражаться мой друг, капитан Джастин Гудлер. Кто? Кто? Ну, можно просто Джастин. Он говорит просто шип. Ну, все. Хватит вам ругаться. На всех языках мира. Дайте я посмотрю. Твою мать! В смысле, надо же! Да! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok